Участники форума намерены развивать межрегиональную кооперацию. В частности, Башкортостан и Татарстан планируют активное сотрудничество в области сельхозпереработки, чтобы совместными усилиями выводить продукцию на внешние рынки. Нам очень важно заниматься сегодня экспансией в другие субъекты. Нам сложно будет конкурировать, допустим, на сильных рынках, как Республика Татарстан. Но нам проще будет вместе с Республикой Татарстан конкурировать в Удмуртии, в Пермской области, в Челябинске, в Москве, в Воронеже и так далее. Поэтому ведем совместные переговоры, чтобы делать продукт на две республики, у которого себестоимость будет ниже, чем у других субъектов. Нас, конечно, больше интересует это производство молока, молочной продукции, мяса и иной продукции, подсолнечного масла, понятно, там мед, гуси, утки и так далее. Мы планируем провести ряд встреч с представителями торговой сети «Байрам», рядом других компаний и представить ту продукцию, которая традиционно производится и в Башкортостане, и в Татарстане. Это козылок, бал, мед, чай, чак-чак и ряд других. Рынок очень конкурентен и конкуренция с каждым днем увеличивается. Мы говорим, что 21 век – век электронной торговли, век обмена информацией и цифровизации. В то же время ничто не заменит вот такого прямого общения, прямого контакта. В течение двух дней в рамках работы форума запланировано проведение 18 секций на тему механизмов поддержки малого и среднего бизнеса без барьерного сотрудничества, усиления позиций экспортно-ориентированных предприятий. Я впервые в Уфе и хотел бы ознакомиться с возможностями продвижения на местном рынке товаров Пакистана, узнать, какие существуют темы для развития экономических взаимоотношений между Башкортостаном и Пакистаном. Нам очень интересны сферы, связанные с экологией, легкой промышленностью, медиа и сельским хозяйством. Также очень интересует башкирский мед. Это специфическое направление, ведь Башкортостан – это дом меда. Если коротко узнать, чем мы пытаемся наладить. Первый – нефтепродукты. Это смазочный материал разными, не прямым бензином, а нефтепродуктами. Второй – это рабочая сила. То есть Бангладеш тоже, как сказать, густонациональный стран. Мы пытаемся здесь тоже рабочие силы привлекать через короткие организации и посыловство взаимодействовать. У нас есть конкретное направление на это. Третий – туризм. У вас страна очень красивая, особенно Башкортостан. Форум продлится до 27 сентября. Его результатом станет подписание итоговой декларации.